Здравствуйте, друзья! Пасти скот и охранять имущество хозяина именно такими навыками обладает большинство пород собак, которых мы привыкли называть рабочие. И сегодня мы представляем вам труженика с далеких Азорских островов породу с экзотическим названием Каудефила де Сан-Мигель. Азорские острова были открыты португальцами в 15 веке. Завезенный мореплавателями крупный рогатый скот отлично прижился в этих красивых и плодородных землях. Тогда у людей и возникла острая необходимость в пастушьей собаке – помощнике, способным укращать строптивых коров и быть надежным охранником хозяйских владений. При скрещивании первых привезенных собак с другими молосами получилась новая порода, названная в честь одного из самых больших островов архипелага – острова Сан-Мигель. Сан-Мигельская пастушья собака – Кауфила де Сан-Мигель. Сильная выносливая собака крепкого телосложения с хорошо развитой мускулатурой. Череп широкий, по длине чуть больше, чем морда. Глаза средней величины темно-коричневого цвета. Купированные уши имеют форму полукруга в естественном состоянии, висячие. Конечности крепкие и мускулистые. Хвост поставлен высоко. Чаще всего коротко купируются. Шерсть с коротким, густым и плотным волосом. Самый типичный окрас – тигровый. Рост взрослой собаки до 60 сантиметров. Вес до 35 килограммов. Нас пригласила к себе в гости Ольга Кузнецова. У нее дома живет самая настоящая редкость – пастухья собака Азорских островов. Кау-де-Фила де Сан-Мигель. Здравствуй, Оля. Здравствуй, Наталья. Познакомь нас, пожалуйста, со своим замечательным питомцем. Моего питомца зовут Зара. Ей 3,5 месяца. Девочка. Специально мы ничего не искали. Просто ребенок просил завести питомца. Большую породу мы не рассматривали, потому что это неудобно держать в квартире. Поэтому остановились на щенке Кау-де-Фила, потому как в фермерском хозяйстве случайно познакомились с родителями нашего щенка. И, наблюдая в течение года за этой семейной парой, сделали выводы их адекватности, неагрессивности, сообразительности, плюс необычная внешность и так далее. Ну, решили остановить свой выбор именно на этой породе. Большинство людей никогда не слышали даже о таком названии породы. И поэтому сведений каких-то практически нет. У тебя вот не было ощущения, что ты покупаешь для себя кота в мешке? Читала об этой породе, но в основном пишется везде одно и то же. Поэтому толком информации никакой полезной для себя найти невозможно. Основались на том, что видели, как ведут себя, что кушают. По отношению к окружающим есть, проявляют агрессию, не проявляют. Это для меня очень было весомой причиной. Потому что в семье ребенок и хотелось безопасности. А у тебя у самой уже был какой-то опыт содержания собак до этого? Нет, лично у меня опыта не было. У друзей, у знакомых были, общались с животными, но сами лично никогда не заводили. А правда, что основная особенность этих собак – удивительным образом сочетать в себе и пастушьи, и охранные качества? Ну, как охранника мы уже успели почувствовать на своей девочке, которая в 3,5 месяца, но она уже четко охраняет свою территорию. Как пастухи можно почитать историю происхождения этих собак, которые, в общем-то, кроме пастушьего дела, ничем больше не занимались. Это у них в крови. Поэтому, если эта собака будет жить в фермерском хозяйстве, она будет охранять всю свою территорию, все, что ей принадлежит. Ну, помимо пастушьих и охранных качеств, делаю выводы даже на своем щенке, потому что за довольно-таки короткий промежуток времени мы достигли больших результатов без помощи кинолога, дрессировщика. То есть проблем с собакой в доме нет никаких абсолютно. Я ее на третий или четвертый день оставляла дома одну. Как ушла, так пришла. Частота, порядок, то есть в доме ничего не тронуто. Это, в общем-то, тоже говорит о том, что это не глупая собака, а довольно-таки сообразительная. Поэтому мне кажется, что их можно обучать, если собакой заниматься, чему угодно. Безусловно, все, что ты сейчас мне рассказала, говорит о превосходных рабочих способностях этих собак. А настолько ли они универсальны в качестве компаньона? Да, конечно, безусловно. Потому что собака очень активная, любит много двигаться, любит все исследовать. И мне кажется, с ней заниматься можно чем угодно. Ей было бы желание и активным видом спорта, и активным видом отдыха. Охотой, рыбалкой. В том числе, они любят лазить по сугробам и кататься с детьми на ледянках. Я даже знаю, что наш брат с первого помета принимал участие в соревнованиях по скинджорингу. Это такой вид спорта, где лыжник и собака принимают участие в гонках на скорость. И занимал призовые места в Москве. Кстати, что касается зимних видов спорта с собаками, недавно в нашем городе состоялась традиционная рождественская гонка собак. Давайте посмотрим об этом сюжет. Местные жители, кто не знал о происходящем событии, были в панике. Из леса спортивной базы «Чайка» доносились лай, вой, скулеж. Лишь отважившись зайти в лес, люди сразу понимали, что происходит. Удивлялись и восхищались. 180 собак собрались в одном месте и в одно время, чтобы под руководством своих владельцев показать скоростные качества, кто ловчее и быстрее преодолеет трассу в 5, 7 и 10 километров. Пока каюры готовили упряжкой, стараясь не упустить все детали, зрители присаживались, чтобы сделать фото на память. В третий раз на самарской земле проводятся гонки на собачьих упряжках или ездовому спорту. А в этом году от Российской кинологической федерации победителям вручали путевки на чемпионат мира, который пройдет в Швейцарии. Многие специалисты привыкли видеть в упряжке маламутов и хасок. И совсем необычно было увидеть в упряжке метисов. Народе их называют просто дворняги. Но, как оказалось, это не совсем простые метисы. Почему именно такие необычные собаки, такая необычная порода ушли от традиционных хасок? Потому что это более собаки спортивные, более большой скорость развивают. То есть хаски более медленные собаки, вообще для гонок. Поэтому ушли в них, потому что более интересно разгоняться. Больше интереснее доставляют эти собаки. А эта порода уже признана в ЦИИ или это чисто как бы самарское изобретение? Нет, это порода и признанная, и очень известная в мире. И многие мировые гонщики гоняются на этих собаках. Они считаются самые быстрые собаки, самые дорогие. В скорости упряжек достигают порой 30 километров в час. Притормаживать из участников на трассе мало кто хочет. Бывает, лыжники не рассчитывают свои силы, и тогда происходит падение. А кто-то, перестраховываясь, и вовсе съезжает в присядку. В скейджоринге лыжнику приходится работать самому. Пес тянет, как правило, только на первых 2-3 километрах. Скорости в скейджоринге не такие высокие, как упряжки. Из 4, 6 и тем более 8 собак. Необычно наблюдать на таких гонках и немецких овчарок. Но любители этой породы доказали, что их собаки тоже могут наравне с хасками, маламутами и метисами бороться за победу. С овчарками бегать как бы нетрадиционно, только хаски. Как вы на этот счет думаете? Я думаю, что с овчарками быстрее, просто они на более большие расстояния хуже, чем хаски. Ну, скорость лучше. Надо отметить, что Самара входит в пятерку городов России с хорошей подготовкой трасс. Именно поэтому в этот раз на состязание постарались приехать сильнейшие спортсмены из Москвы, Казани, Саратова и других городов страны. Хорошая трасса интересная. Понравилось, все хорошо. В чем интерес вот этой базы сегодня? Ну, тут есть также подъемы и спуски, повороты. Идея с разнообразным переливом трассы. У нас в основном плоские все. Хорошая трасса понравилась. Около 60 участников и два дня соревнований, по результатам которых и определились победители. Фаворитами в упряжках с четырьмя-шестью собаками стали участники из Москвы. А вот в программе лыжники собака сильнейшими оказались спортсмены из Самары. А мы продолжаем знакомиться с очень редкой породой собак. Каудофила де Сан Мигель. В гостях у Ольги Кузнецовой. Оля, у этих собак очень индивидуальная и запоминающаяся внешность. Наверное, сложно будет спутать ее с какой-нибудь другой породой? Перепутать точно будет сложно. Очень запоминающаяся внешность. У этой породы необычная форма ушей. У нас они пока еще не обрезаны. Но купируются они по уникальному лекалу круглой формы. И собака становится, конечно, похожа тут у кого какая фантазия. Либо на мишку, либо на гиену. Но выражение шоколадных глазок все-таки склоняемся мы больше, что она похожа на мишку. Очень симпатичная мордашка. И, конечно, такую внешность, когда собака с круглыми ушами уже точно не забудешь. И перепутать тем более с кем-то трудно. Но ведь историческая родина этих собак – это Азурские острова. То есть довольно влажный, теплый климат. Вот насколько они комфортно себя в наших условиях чувствуют? Великолепно ощущают. У заводчиков пара живет круглый год на улице. И прекрасно себя чувствуют. Шерсть блестит. Они всегда бегают, они всегда активные. Поэтому для них это только для здоровья. Потому что это собака спортивная, мускулистая. Если она будет сидеть на одном месте, в общем-то она себя будет не очень хорошо чувствовать. Но наша тоже в квартире замечательно себя чувствует. Просто часто гуляем. На твой взгляд, вообще есть у этой породы перспективы стать популярной в нашей стране? Да, конечно. Я считаю, что порода будет иметь перспективность в России. Благодаря своим качествам, таких как верность и преданность, универсальность. Потому что этой собаке все равно, где жить, на улице или в доме. Ее неприхотливость в еде, доброта и общительность и игривость с детьми. Я думаю, что эта собака придется по душе в любой семье. Ко всему прочему, наверное, на популярность породы влияет еще и репутация, которую она себе заработала. Да, но целиком и полностью репутация зависит от хозяина. Какое воспитание? Этой собакой обязательно нужно заниматься. Ее нельзя, нельзя ее с воспитания пускать на самотек. Потому что они активные, своенравные. И если упустишь какой-то момент воспитания, то просто собака начнет в доме над тобой брать верх. То есть по всему видно, что собаки далеко не глупые. И если правильно воспитывать, конечно, вы получите веру на надежного друга. Оля, большое спасибо тебе за твой рассказ об этой интересной пародии. Надеюсь, что информация окажется полезной для многих любителей собак. По сравнению с курортным климатом Азорских островов, природные условия нашей средней полосы никак не назовешь тепличными. Тем не менее, сан-мигельские филы отлично адаптировались в столь непривычных для них погодных обстоятельствах. И неженками себя не зарекомендовали. Охранные качества взрослых собак на их родине давно стали легендой. Маленьким азорским филам только предстоит разделить мир на своих и чужих. Как все щенки, сейчас они приветливы, игривы и любопытны. Но время летит быстро, и скоро эти непоседливые малыши будут храбро и самоотверженно защищать своих владельцев. Станут им верными и любящими друзьями. Не лучший вариант для городского содержания. Любит теплый климат, но при этом хорошо приспосабливается к умеренным холодам. Шерсть практически не требует дополнительного ухода. Легко поддается дрессировке. Отличный сторож. Яркое, запоминающееся название, интересная внешность и нетривиальный характер. У этой породы есть все, чтобы обратить на себя внимание. Будем надеяться, что у санмигельских овчарок есть большое будущее на нашей российской земле. До свидания. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова